МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Света сейчас говорит о Международном чемпионате молодежи и предпринимательства. В этом году состоялся уже восьмой по счету чемпионат. Традиционно он проходит на базе Белорусского торгово-экономического университета и пользуется огромной популярностью у всех заинтересованных сторон. Сегодня мы узнаем все о подготовке и проведении чемпионата и о той огромной работе, которая проводится до чемпионата. И мы с удовольствием представляем вам наших гостей. Это кандидат экономических наук, доцент, руководитель Центра бизнес-образования, декан факультета повышения квалификации и переподготовки Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, координатор международной студенческой программы молодежь и предпринимательства в Республике Беларусь Ирину Трусевич. Добрый вечер, Ирина Владимировна. Добрый вечер. А также ассистент кафедры мировой и национальной экономики, координатор проектов Центра бизнес-образования Инна Бойкова. Инна, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, прежде чем, уважаемые гости, начать разговор о чемпионате непосредственно, знаю, что вы проводите огромнейшую работу, чемпионат это, собственно, наверное, такая завершающая же стадия всей этой работы. Расскажите, пожалуйста, в чем суть этой работы. Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации на своей базе проводит ряд мероприятий международной студенческой программы молодежь и предпринимательства. Эти мероприятия проводятся в течение всего учебного года. Это многочисленная встреча с предпринимателями. Это большое мероприятие, конкурс международный стартап-кооперация, который состоится 14 октября у нас на базе университета. Это подготовительный семинар, школа-семинар к чемпионату, в который тоже съезжаются студенты из различных стран. Мы готовим также ряд экскурсий на предприятия бизнеса, где студенты знакомятся не только с деятельностью предприятий, но и непосредственно с организацией бизнеса, компьютерными технологиями бизнеса. Различные мероприятия, посвященные реализации бизнес-проектов, проводятся. Ярмарка вакансий проводится. Ну и, конечно же, ряд других мероприятий. Очень хочется услышать историю происхождения этого чемпионата. Поделитесь, пожалуйста. История, как всегда, интересна. Все началось с 2002 года, когда была команда университета, приглашена на чемпионат в Минск. Тогда он назывался SAIF, Student and Free Enterprises, студентов в свободном предпринимательстве. Это была американская программа, в которой участвовали около 50 стран. Наша команда выступила, и на следующий год, 2003 год, заняла первое место в республике. И мы уже представляли республику Беларусь в Германии, в городе Майнс, на мировом чемпионате. Были приглашены, и, конечно же, остались незабываемые впечатления до настоящего времени. У нас родилась семейная пара. У них уже двое деток. Они живут в Москве. Это семья Домини, Александра и Замилы. Как приятно, да? Очень приятно. Мы до сих пор со студентами этой команды общаемся. Они приезжают в качестве судей уже, в качестве жюри на чемпионаты, и выступают, работают со студентами, которые в настоящее время обучаются в университете. Далее чемпионат развивался. Затем Республика Беларусь из программы САЙФ вынуждена была уйти. Но мы продолжили это начинание, очень интересное. И при поддержке Гомельского облсполкома стали работать как программа молодежь и предпринимательства. Эта программа проходила на базе Белгута. В некоторое время и далее стала проходить в своем родном ВУЗе Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. Но судя по тому, что действительно на базе университета руководство, администрация ВУЗа поддерживает эту инициативу. Руководство не только поддерживает, но всячески помогает и консультирует. И наш ректор участвует в мероприятиях во многих. И работает не только со студентами, но и с представителями бизнес-сообщества, именно для того, чтобы студенты реализовывали проекты по заказу бизнеса. Ну и, соответственно, всяческая поддержка способствует тому, что студенты мотивируются к деятельности. И у нас наложатся прекрасные партнерские отношения, то есть связь бизнеса, власти, образования, науки. Такая целая связанная сетка. Такое социальное партнерство, которое способствует тому, что студенты заинтересованы дальше развиваться и работать, и узнавать все новое новое, чтобы стать именно инновационными кадрами. Инна, хочется уже вас подключить к разговору. Знаем, что часть мероприятий, конкретно, вот вы за них беретесь и проводите. Расскажите, семинары, какая роль ваша? Ну, скорее, я больше работаю со студентами непосредственно тет-а-тет в группах. И, в частности, в рамках МИП-программы для подготовки к чемпионату мы проводим практический курс тренингов, который называется «Управление личной эффективностью». На этот практический курс мы приглашаем не только студентов нашего университета и не только студентов, которые хотели бы принимать участие непосредственно в чемпионате, но также и других студентов, студентов других вузов, молодых специалистов и, кроме того, к нам также приходили далеко не студенты, для них это было тоже очень интересно. И в рамках такого курса, курса тренингов, у ребят есть замечательная возможность получить навыки планирования, целеполагания, управления своим временем, публичных выступлений, развить навыки работы в команде, научиться готовить резюме, проходить собеседование, что, по сути, является базовыми навыками личной эффективности, которые они в дальнейшем могут имплементировать как своей личной жизнью, на работе, ну и, конечно, на сцене. Поэтому, да, всех заинтересованных хотелось бы еще раз отметить, что мы приглашаем к нам для участия в практическом курсе тренингов, но информацию, конечно, можно найти на сайте нашего университета. Кроме этого, так как я уже сказала, что мы акцентируем внимание на и непосредственно подготовку резюме и прохождение собеседования в рамках чемпионата, уже непосредственно в день чемпионата, у нас организуется большое мероприятие, которое называется ярмарка вакансий. Ярмарка вакансий является своеобразной площадкой, вот некоторые были отрывки с ярмарки вакансий, где предприниматели могут напрямую общаться со студентами, в частности, студенты могут задавать вопросы интересующие, специфики бизнеса, то есть поинтересоваться о собственной кухне, да, ну а предприниматели могут, наверное, найти себе наиболее активных и интересных студентов и в дальнейшем пригласить к себе на практику. У нас сегодня в гостях тоже будут наши студенты, ну, которые, собственно, и получили такую возможность в этом году. Отлично. Также проводится конкурс бизнес-планов, насколько мне известно, тоже очень интересное мероприятие. Конкурсы стартап-кооперации. Да, это конкурс, который называется «Стартап-кооперация». Это международный конкурс. В рамках данного конкурса мы приглашаем к участию как студентов индивидуально, так и в командах, небольших командах, до четырех человек. И, собственно, сам конкурс заключается в том, что ребята присылают, заинтересованные ребята присылают свои бизнес-планы, и компетентные жюри рассматривают бизнес-планы, проверяют их, дают обратную связь. То есть, по сути, есть уникальная возможность, причем бесплатная, получить обратную связь на свою идею и на то, как ты презентуешь и планируешь вести свой бизнес. Ну и, наверное, наиболее яркие, интересные проекты. В частности, конечно, хотелось бы уделять больше внимания инновационным проектам, так как это вектор развития экономики Республики Беларусь. Мы приглашаем уже непосредственно на очную часть конкурса. По сути, это презентация с питчей, да, перед потенциальными инвесторами, что, опять же, является такой вехой интересной в развитии стартап-движения в нашей стране. Да, очень большая работа. И какой процент успешных стартапов на сегодняшний день уже имеется? Все зависит от, опять же, от студента и от того, насколько они готовы дальше расти и развиваться. К сожалению, прям конкретного расчетного процента я сейчас назвать не могу. Но, может быть, примеры какие-то есть. хотелось бы отметить, что многие проекты уже сейчас активно работают и развиваются. Порядка 40 проектов, которые были уже имплементированы в жизни, ребята начинают разрабатывать свои приложения, что, опять же, является достаточно популярной частью бизнес-планов. Это и открытие своих каких-то маленьких дел, и попашива одежды. То есть, по сути, можно говорить, да, от самых базовых идей сферы услуг до инновационных, которые сейчас, ну, наверное, наиболее востребованы. Студенты, которые уже вышли в практическую деятельность со студенческой скамьи, отмечают следующее, что те мероприятия, которые проводятся в рамках НИП-программы, они способствуют тому, чтобы начать активизироваться. И цель, в принципе, вот этих программ и чемпионата молодежи, предпринимательстве и различных семинаров, управления личной эффективностью, курса тренингов, а также стартап-кооперации, чтобы их мотивировать, чтобы они начали что-то делать, чтобы они начали думать... Придать импульс определенный. Да, чтобы они начали думать, в какой сфере им действовать. Это начнут делать, может быть, им это не нравится. Понять, что нравится. Когда человек делает то, что ему нравится, это уже сразу человек счастлив. Если хочу, могу и должен, совпадает в одном. Поэтому назвать процент успешных представленных проектов очень тяжело. Мы очень рады, что студенты находят жизненный путь благодаря тому, что они начинают. И затем очень хорошо трудоустраиваются и начинают свой бизнес. И получают великолепный опыт. Правда? Вот, опять же, презентации и создание таких проектов, что очень немаловажно. Да, безусловно. Потому что научиться создавать свою команду, работать без конфликтов, потом презентовать свою работу, это, наверное, самое важное, что нужно уметь делать. Потому что, наблюдая за многими ребятами, некоторые делают такую колоссальную работу, даже если мы рассматриваем просто учебное занятие, готовиться к занятиям. Но когда выходят отвечать, оценки очень часто могут быть занижены из-за того, что они не могут ответить, не могут сказать, хотя они знают. Поэтому, да, такие мероприятия, они важны как для бизнеса, так и для учебы, для личностного роста и развития. И в связи с этим у нас в университете в рамках МИП-программы организованы обучающие курсы «Ораторское мастерство», которое пользуется огромной популярностью не только у студентов, но и у жителей города Гомеля, а также и районных центров. Да, люди приезжают из ближайших населенных пунктов для того, чтобы пройти курс «Ораторское мастерство». Конечно, тот, кто умеет красиво говорить, это уже половина успеха в жизни. Чтобы защитить свой бизнес-план, получить какие-то инвестиции, убедить в переговорах своего клиента или же партнера, это очень важный момент. Поэтому вот буквально последний звонок была женщина 48 лет, которая работает, у нее карьерный рост, она говорит, мне еще вот этого не достает. Я сама работаю в университете 30 лет преподавателем, но все свободное время, я, например, еду, если в Минск или какие-то другие города, вечернее время, если свободно, я ищу какие-то курсы и иду еще дополнительно сама, слушаю, чтобы подчеркнуть что-то новое и, конечно же, передавать своим любимым студентам. Бесконечное самообразование, очень хорошо, молодцы, здорово. Поговорили мы о подготовительной работе, хочется уже услышать и о самом формате проведения чемпионата. Расскажите о том, в каком формате проводится чемпионат молодежи и предпринимательства. Международный чемпионат молодежи и предпринимательства проводится в течение двух-трех дней. В первый день студенты заезжают, проводятся репетиции, проводятся мастер-классы, деловые игры и обучающие курсы различные с приглашенными бизнес-тренерами. Во второй день непосредственно идет сам чемпионат. У нас в этом году было 20 команд, то есть очень много команд уже из России, Украины, Белоруссии. Также заявлялись команды из Болгарии, Чехии, Польши, но пока им не удалось приехать, они планируют участвовать тоже в этом чемпионате. Молдова планирует участвовать. И так как много команд, мы разделили на лиги, и в каждой лиге выступает по 5-6 команд. Судей по 10-13 человек. В каждой лиге задействовано очень большое число судей, которые непосредственно присутствуют. Но бизнес-партнерами программы у нас где-то около 150 человек. То есть представители бизнес-сообщества работают в этой программе, поддерживают начинание студентов. Очень много. У нас в настоящее время около 3000 студентов задействовано в чемпионате. Далее во второй половине дня у нас проводится ярмарка вакансий на второй день чемпионата, ярмарка возможностей, и затем проводится финал. То есть команда, которая в лиге стала финалистом, они еще раз выступают на финале и вот тогда определяет жюри первое, второе, третье место на чемпионате. С тем же проектом, как в финале? Да, с теми же проектами, которые они представляли и в своей лиге. В частности, в этом учебном году команда нашего университета заняла второе место на чемпионате молодежи и предпринимательства именно в финале. Первое место занял Полтавский университет кооперации экономики и торговли и третье место занял Белгуд, Белорусский государственный университет транспорта, с которыми очень активно сотрудничали. Первое место уехало на Украину. Да, первое место уехало на Украину в этом году. Скажите, по какому принципу формируются лиги? Лиги формируются абсолютно хаотично по мере поступления заявок. И мы студенческих команд в лиге они заранее их знают и приезжают репетиции проводят именно в том месте, где они будут выступать на завтра на чемпионате. Третий день чемпионата приглашаются команды-победительницы, финалисты команды для вручения наград на Гомельский экономический форум. Потому что этот чемпионат проводится в рамках Гомельского экономического форума. И там уже председатель Гомельского облсполкома вручает награды, дипломы. Ну и какова участь тех, кто финалистов, которые уже победили? Не думаю, что тяжелые, но, наверное, очень прекрасные. Какие-то предложения на это поступают? Вы знаете, что на протяжении многих лет я руководила командой, Инна Павловна руководила командой, сейчас у нас другой руководитель команды, и студенческие команды после этих мероприятий, в которых они участвуются, они загораются настолько, что рождаются буквально проекты у них на ходу, идеи, даже фирмы начинают создаваться, и студенты с горящими глазами, они хотят работать, идти, они уже и цель в жизни ставят, они планируют жизнь, они сразу начинают идти на обучающие курсы, потому что они начинают понимать, что не хватает этого, 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 то человек обучается, чем больше знаешь, тем больше понимаешь, что ты ничего не знаешь, поэтому и стараются больше заниматься самообразованием, это вот первое, второе, студенты, которые в МИП, они ВИП, они становятся ВИП-персонами, потому что не только самообразование, обучение и мотивация к действию у них появляется, у них появляется желание учиться, потому что они понимают, для чего они учат этот предмет, потому что им надо создавать свою фирму, свой бизнес, а когда они составляют бизнес-планы или реализуют свои проекты, им не хватает тех или иных знаний, они понимают, что им надо это постигать, науки эти в течение учебы. Для помощи на, для подготовки к чемпионату мы готовим при поддержке Гомельского облсполкома вот такие руководства командам раздаем на подготовительном семинаре, а по итогам работы на чемпионате мы тоже готовим журналы, где написаны все проекты, которые реализованы были, кто судьи были и так далее, чтобы студенты тоже могли поучаствовать. Вы знаете, так красиво, интересно называли своих учащихся, что же хочется с этими ВИПами вашими познакомиться. Я предлагаю прерваться на небольшую паузу, после чего к нам присоединятся ребята-участники чемпионата. Не переключайтесь. Это программа Добрый вечер, Гомель, и мы продолжаем. Как и обещали, к нашей беседе присоединились новые участники программы. Это студенты Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации Кристина Севуха и Дмитрий Манойло. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, ребята, расскажите о ваших проектах. Ну вот, в частности, вы, Кристина, мы знаем, что вы представили мини-бизнес «Букет из конфет». Вот такая вот красота. Что это за проект? Я так вижу, что это уже наглядно мы можем это видеть. Расскажите. Свой первый букет я делала три года назад. Вначале я делала в качестве подарка своим родственникам, подругам, маме, бабушке. При поступлении в университет у меня была эта идея, и МИП-программа мне помогла реализовать мою идею. В чем суть заключается? Что мы сейчас... Я вижу просто букет. Корзина с цветами. Я покупаю материалы, и из них изготавливаю цветы. Цветы изготовлены из гофрированной бумаги, и внутри каждого бутона находится конфетка, которую можно легко достать и скушать. Но бутон же в любом случае, наверное, развалится все лепестки. Нет. Букет, бутон изготовлен таким образом, что при... Когда мы достаем конфетку, то бутон не теряет форму. А вы нам можете продемонстрировать? Заодно убедимся, есть ли там конфеты на самом деле. Бутончик. Вот она. Большая. Кроме того, что выглядит красиво каждый бутон, вот прошу обратить внимание, ну, как живы, особенно издалека, так еще и конфетки внутри. По-моему, уникальная идея. Да. Здорово, очень красиво. И плюсом является то, что такие букеты будут радовать глаз намного дольше, чем из живых цветов. 8 апреля я зарегистрирована как ремесленник, я уже реализую в продаже свои букеты. На сегодняшний день больше 50 букетов уже реализовано. Замечательно. Успехов вам. Спасибо. Дмитрий, ну, хочется услышать о вашем проекте. Тоже скажите, самостоятельно работали или в группе, ну, и о сути. Планшет с нуля, по-моему, да? Да, у нас есть проекты в рамках программы «Молодежь и предпринимательство» в 2016 году. Нашей командой были реализованы следующие проекты. Это проект «Планшет с нуля», затем это образовательные курсы для пенсионеров, компьютерные образовательные курсы для пенсионеров, а также это виртуальный тур по университету. Что касается проекта «Планшет с нуля», это образовательные курсы для пожилых людей, для тех, кто хочет освоить работу на планшете. Данный проект был реализован совместно с компанией МТС, также отзывы от слушателей курсов были самыми лестными. С апреля 2016 года были набраны новые 4 группы пенсионеров. Эти курсы приводят как преподаватели, так и студенты. Также, что касаемо проекта, компьютерные курсы для пожилых людей, то есть пожилые люди могут приходить и осваивать компьютер с нуля, то есть кто не умеет пользоваться компьютером. Дальше был реализован проект виртуальный тур по университету, то есть это по заказу самого университета был абитуриент, которые, не видя университета, могут дома в режиме онлайн увидеть университет изнутри. Замечательный проект, но меня больше интересует кто автор идеи «Планшет с нуля», ведь все-таки это идея для пожилых людей, но тем не менее кто автор, как пришла идея? Вообще-то востребованная вещь. У нас были представлены проекты «Компьютер с нуля» для пенсионеров. Пожилые люди занимались по этому направлению и затем уже стала востребованность сделать и «Планшет с нуля». И у нас в жюри присутствовал директор гомельского филиала МТС и совместно с МТС стали реализовывать проект «Планшет с нуля». Они, этот проект, это социальный проект, они очень сильно поддержали и в средствах массовой информации рекламу дали и вот в том числе на базе нашего университета проводится он до сих пор этот проект. Группы набираются одна за одной очень быстро, как и бесплатные, конечно же, вот как компьютер с нуля для пенсионеров, они платные группы, стоимость очень небольшая и с удовольствием идут и люди получают просто новое качество жизни. Они становятся более активными, понимают, что они могут и общаться, регистрируются в соцсетях, занимаются с большим удовольствием. Ребята, вы впервые, первый раз участвовали в этом году, есть такие, которые, может быть, ежегодно или несколько раз уже принимали участие? Я являюсь студенткой первого курса. Вот так вот, на первом курсе сразу решили попробовать. Но в дальнейшем я обязательно буду принимать участие в чемпионате молодежи-предпринимательств, потому что это очень интересно. Новые знакомства, общение, мотивация. А уже с другими, так понимаешь, проектами, да? Да. Есть новые идеи, есть, да, которые, несомненно, надо будет реализовать. Мне кажется, что вот Кристина давно занимается такими вот вещами, да, ведь это не в университете вот стали заниматься. Три года назад сделала первый букет. Три года назад первый букет и в протяжении этого времени это было как хобби. это не был какой-то маленький бизнес. Совсем недавно это стало действительно бизнесом и начал приносить прибыль. А как вы додумались конфетку туда помещать? Это была, это сията идея или это ваша собственная? На самом деле я увидела просто фотографию в интернете и я решила, что я тоже так смогу сделать и у меня получилось. Если говорить про студенческие команды в целом и про состав студентов, то, конечно, к сожалению, возможно, очень многие студенты начинают участвовать в разного рода мероприятиях и в том числе в чемпионате молодого предпринимательства на старших курсах, иногда даже на выпускных. И потом очень часто мы слышим отзывы прям, да, цитаты. Как жалко, что я не участвовал в этом раньше или я не хотел или ленился или просто не знал. Поэтому мы, конечно, в свою очередь начинаем говорить об этом студентам с первого курса. И очень здорово, что у нас есть студенты, которые сразу слышат эту информацию, принимают участие. Ну и, конечно, будем надеяться, что все-таки участники будут с каждым годом охватываться все больше. Ну и будет больше студентов именно младших курсов, чтобы они действительно к четвертому курсу могли стать сильными студентами, сильными специалистами. Дмитрий, вы тоже студент первого курса? Да, тоже. А что по-вашему для вас лично? Ну он сокращенный срок обучения после колледжа. После колледжа, да. Он еще на срок. Какой опыт вы подчеркнули для себя, участвуя в таком чемпионате, в таком замечательном чемпионате? Для меня это самое главное это работа в команде. Это немаловажно, потому что в дальнейшем, смотря на какой работе я буду работать, то есть команда будет везде. Далее это возможность показать себя, проявить себя. И немаловажно это то понять, нужно ли мне это. То есть в начале, то есть в начале пути я должен понять это. После чемпионата, после того, как он пришел, я вот задумался, чем я буду заниматься в дальнейшем. И я вот решила, что летом надо посвятить чему-то полезному. Я решила пойти на стажировку в МТБанк, где я сейчас в данный момент прохожу стажировку. Вот видите, сколько пользуем, очень хорошо. Какие вы молодцы, такое дело хорошее делать. МТБанк тоже является партнером чемпионата. И вот они тоже приглашают наших студентов на стажировку вот в этом году. А какое количество человек работало над вашим проектом? Вы говорите, команда, да, это сколько? 10 человек, 3 человека. А какое количество участников? У нас в команде есть те люди, которые выступают на сцене и которые не выступают на сцене. То есть они сидят в зале, но они тоже выполнили немаленькую роль. Вот. То есть на сцене видно не всех, то есть не вся команда. Ну это есть такая интеллектуальная группа и группа тех, кто... Да, которые могут показать. Нет, если брать обучающие курсы компьютер с нуля, ведет преподаватель. И там около каждого человека стоит еще один студент практически. Вот одна группа, если работает, значит человек 6, 5-6 человек задействовано студентов. Две группы, значит еще больше. С тем, чтобы они действительно могли освоить. Ирина Владимировна, Инна, расскажите еще о других каких-нибудь интересных проектах. Наверняка уже за 8 лет столько всего видели, интересно, что вам действительно запомнилось и понравилось. Поделитесь. Да, безусловно. Как уже говорила Ирина Владимировна, в этом году было порядка 20 команд и каждая команда, она уникальна по-своему, у каждого свой дух и своя специфика проектов. Если говорить о, например, команде победительниц этого года из университета Полтавского, то у них были проекты, которые были посвящены бизнесу в сфере услуг, в частности, ребята, будучи студентом, с помощью своего руководителя команды, они уже открыли кафе, которое работает, и, собственно, они презентовали свою идею этого проекта, что, как есть. Кроме этого, опять же, ввиду востребованности очень много презентуются идеи проектов по работе с разработкой приложениями, по ускорению сервиса каких-либо услуг. Например, несколько лет назад была идея онлайн-бронирования столиков, онлайн-доставка, опять же, пищи из всех заведений города, были приложения по онлайн-консультированию, по финансовому консультированию, то есть достаточно вот проекта разношерстные, их много. В этом году также презентовали девушки свои коллекции одежды, и рассказывали свой специфический подход к изготовлению одежды, ну и выделяли свою определенную целевую аудиторию. То есть это очень здорово, видно, что ребята растут, развиваются, они стараются фокусироваться на какой-то определенной области, чтобы проект был интересен, ну и, соответственно, его презентовать и искать уже потенциальных клиентов, потому что даже многие члены нашего жюри, когда задают свои вопросы после выступления команд, очень многие задают их не как даже члены жюри, а как потенциальные клиенты, и формулировка вопросов зачастую звучит, ну вот скажите мне, за сколько вы мне продадите это красное платье, или что будет в этом приложении, почему я должен его купить или скачать, или почему я должен заказать, и это очень здорово, когда ребята знают свое дело и они дают хорошую информацию. На это ответы на все вопросы. И уже со сцены получают заказы от представителей бизнес-сообщества. Несколько слов скажите о членах жюри. В качестве жюри выступают у нас представители бизнес-сообщества нашего гомельского и республиканского, а также представители власти, например, налоговая инспекция областной, с гомельского область полкома, горосполкома, это представители общественных объединений, наш давний партнер общественного объединения поддержки предпринимательства «Единство». Это люди, которые занимаются собственным бизнесом, то есть выпускники программы молодежи предпринимательства, не только нашего вуза, но и других вузов, что очень тоже приятно. Несмотря на большое количество мероприятий, которые мы проводим, в частности, мы также стараемся о них давать информацию, чтобы больше было участников в наших мероприятиях и всячески университет нас поддерживает в информационном обеспечении, наш давний партнер информационно-просветительское учреждение «Новая Евразия» также нас поддерживает. И в частности, хотели бы поделиться с вами такой вот интересной задумкой к чемпионату 2016 года мы впервые сдали ежедневники свои, да, со своим дизайном, символикой. Ежедневники, опять же, сделаны по принципу, чтобы удобно было учиться студентам, по принципу дневника, месяца, в том числе там содержится информация про сам чемпионат и про те мероприятия, которые мы делаем. Ну и опять же, мы вручаем их всем участникам чемпионата, членам жюри, чтобы это было такое прекрасное напоминание о том событии майском, в котором они принимали участие, и следующий год, записывая свои новые идеи, приезжали к нам на чемпионат. И кроме того, не только представители бизнеса общества могут давать рекламу в этих ежедневниках, где они рассказывают про свое предприятие, а также то, что они могут предложить студентам. Спасибо вам огромное. Благодарим вам за то, что вы к нам пришли сегодня в гости за такую познавательную беседу. Мы желаем всем вам успехов, долгих лет жизни и чемпионату, и, ребята, вам новых идей, чтобы они воплощались в жизни. Всего хорошего. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. Напоминаем, этим вечером в гостях у программы Добрый вечер в Гомель были организаторы международного чемпионата молодежи и предпринимательства Ирина Трусевич и Инна Бойкова. А также участники чемпионата студенты Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации Кристина Сивуха и Дмитрий Манойло. Мы рады приветствовать всех, кто к нам только что присоединился. Это программа Добрый вечер, Гомель, и мы продолжаем. Не так давно у гомельчан была возможность познакомиться с работами художника-самоучки, глядя на картины которого, их сложно отличить от черно-белой фотографии. Кто-то примет это за срисовывание, но на самом деле это полноценный художественный стиль, который зародился в конце 60-х, в прошлом столетии в Соединенных Штатах Америки и называется это фотореаризм. Суть данного направления в том, что художник максимально стремится приблизиться к оригиналу, иными словами, чтобы рисунок не отличался от фотографий. И сегодня в гостях у программы Добрый вечер, Гомель, художник-фотореарист Антон Москальчук. Антон, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Антон, расскажите, когда и как вы увлеклись рисованием? Ну, рисовать я начал, можно сказать, еще с детства. Как и все в детстве? Да, как все дети, рисовал на обоях. Родители ругали за это? Ну, конечно, ругали. Потом стал перерисовывать какие-то из мультиков персонажи. Ну, хочу сказать, что в школе по рисованию у меня всегда было четыре по пятибалльной. Не было даже пятерки. Почему? С чем это так? Ну, это связано с тем, что я рисовал брату, за урок рисования нужно было нарисовать брату. Понятно, вас просто учительница за это не любила, за то, что вы себе рисовали. Да, я себе не успевал раскрасить красками. То есть все мои рисунки были, ну, как и сейчас, можно сказать, в карандаше. Ну, вот. И получилось, что до пятерки не дотягивало. Ну, а были работы, которые, ну, вставились в пример, может быть, или когда-то показывались классу как идеально? То есть были уже намеки тогда, в детстве, что у вас будет... Все-таки есть таланты, есть задатки. Ну, в школе, может быть, меня в пример не ставили, но когда уже учился в университете, я постоянно участвовал в каких-то выставках за факультет и получал там награды. Ну, вот. А в школе, наверное... Не перепомните такого, да? Да. С какими работами вы представляли факультет? В зависимости, наверное, от темы выставки, да? Ну, да. Там посвящено, может быть, наркотикам, как постоянно в университете проводятся такие. А когда уже более основательно вы... Наверное, в студенчестве и стали заниматься, да? Рисованием? Да. Где-то в студенчестве начал рисовать. Наверное, на третьем курсе я попробовал рисовать уже реалистичные портреты. Ну, стало получаться. Развивал это направление. Вы самостоятельно? Вы художник-самоучка, да? Как мы представили вас изначально? Да. Откуда черпаете? получаете знания о рисовании? Сначала у меня вообще подарили книгу о том, как рисовать реалистичные портреты по фотографиям. В принципе, ничем не приметная книжка. Во многих книжных магазинах она лежит. В мягком переплете такая. Но там все кратко, с иллюстрациями, все понятно изложено. Я прочитал эту книжку что-то до этой книжки я уже знал, потому что я еще раньше начал рисовать. Что-то, какие-то методики построения портрета, как правильно в фотореализме обычно растушевывают. Потому что в академическом рисунке там штрих главное. Там показано, как правильно растушевывать карандаш. Что-то взял из этой книги. Потом, ну сейчас я смотрю ролики на ютубе, в основном какие-то обучающие уроки. Общаюсь с художниками, тоже с самоучками. В социальных сетях выкладываю это постепенно, поэтапное выполнение работы. Я смотрю, какие детали мне интересуют, как они это сделали, я узнаю. Работа у вас получается просто чудесная. Глаз не оторвать. Спасибо. А какой вот любимый инструмент рабочий? Вообще обычно я рисую, начинаю большую часть, рисую механическим карандашом мягкости 2Б. Вообще у меня есть разные, много механических карандашей, есть набор хороших немецких карандашей, там от твердого к мягкому постепенно. Но большая часть работы выполняется именно механическим карандашом. Ну конечно использую гелевую ручку, белую уголь, но это по мере необходимости. Скажите, это ваше хобби, либо все-таки в планах у вас придать этому более серьезное значение, этому увлечению? Ну, пока у меня есть работа, пока это просто хобби. Я думаю, что все равно есть такие заказы, да? Ведь вам же интересно, вы вот учитесь что-то, получаете какие-то знания, которые вам приходят из разных источников, значит, не хотите это бросать и прекращать заниматься этим замечательным делом? Нет, бросать я это точно не собираюсь, я стараюсь это развивать, смотрю, общаюсь с художниками, как я уже говорил, и у меня такое правило есть в каждой работе, каждая новая работа должна быть лучше, чем предыдущая. Срабатывает правило? Ну, в основном, да. Представьте нам, пожалуйста, какая из этих представленных здесь в студии работ первая и какая последняя? Из этих, наверное, которые здесь раньше всего я нарисовал портрет, это мой коллега, веселый парень, видно. Она видно? Да, вот. Открытая улыбка такая, заражающая. Да. Ну, он всегда такой, как бы, на работе улыбается. Вот. Ну, как я уже раньше замечал, у парней, ну, они не часто для себя заказывают фотосессии. Вот, у него был повод, у него была свадьба, и он, ну, получилось, что, естественно, заказывали фотографа. Вот. Вот, эта фотография была с его свадебной фотосессии. Вот, с таким лицом он ездил в лимузине. Вот. Очень реалистичный такой натуральный портрет девушки, которая на диване. Вот там, настолько волосы на лице, просто как будто вот она живая, сейчас сойдет. Да, девушка на диване это Алисия Викандер, шведская актриса. А это, кстати, Ваша читала модель любимая, да? Ну, это любимая работа, получается. Да, да, да. Потому что мне нравится, как получилось, очень реалистично. Вот, опять же, вы отметили прядь, вот, то есть не идеальная прическа там, все, а все-таки тут больше реализма. Даже кажется, что волосы немножко мокрые, как будто она либо после дождя, или что, может быть, я не вижу, но... Может быть. Знаем, что выбираете для рисования, то, что понравится, естественно, то, что вдохновит. А вот что заставило у вас портрет вот человека? Ну, страшное лицо. Страшное лицо. Ну, это портрет бездомного. Есть такой фотограф из Манчестера. Он делает потрясающие фотографии бездомных. Вот. Его зовут Ли Джеффрис. Я посмотрел его работы, мне они очень понравились. Вот. И всех работ я пока выбрал вот с этой фотографией. Решил нарисовать, потому что, посмотри, тут фактура кожи очень сложная. Хотел как бы испытать себя, получится у меня изобразить или нет. Там уже новые какие-то там методики. Вот. В первый раз я здесь применил гелевую ручку белого цвета, чтобы правильно показать влажность глаз. Ну, и сама работа. Но она получилась живой, как и, собственно говоря, все остальные ваши работы. Да. Какую часть лица вы любите изображать больше всего? Больше всего и начиная портрет я обычно с глаз. Ну вот, ну что, вообще это сложно рисовать глаза. Много деталей, радужная оболочка глаза, ресницы, много мелких деталей, нужны плавные переходы. Но обычно, ну и большинство художников обычно начинают рисовать портрет с глаз. Вот. И поэтому это я точно так же. А что не любите рисовать? Наверное, не люблю рисовать волосы. Да. Потому что обычно, когда я рисую портрет, ну, для себя, там, для выставки, я не стараюсь сделать прическу идеальной. То есть там все, как некоторые рисуют, там, волосинка к волосинке. Вообще идеальная прическа. Мне нравится больше реалистичнее, когда там где-то ветром раздуло волосы. Но это и сложнее получается рисовать, потому что слишком уже много деталей. В общем, легких путей вы не ищете. Да. Ну, наверняка, друзья, не знаю, просят вас нарисовать какому-то празднику, какому-то событию. Ну, Да. Ну, как сложнее, наверное, на заказ, да, рисовать, чем для себя? Да, на заказ получается сложнее рисовать. Я и больше устаю, когда рисую на заказ, потому что фотографии выбираю, которые мне нравятся. Вот, я долго там или в социальных сетях. Или в социальных сетях, может быть, качество не всегда самое лучшее, но вот на крайней работе мне понравился ракурс и прическа необычная. Я никогда до этого дреда не рисовал. Ну, вот. А когда просят нарисовать на заказ там кто-нибудь из друзей, ну, фотография там оставляет желать лучшего часто, поэтому приходится как-то выкручивать. Да. Наверняка есть художники, чьи картины вас вдохновляют, настраивают на рабочий лад, может быть, что-то черпает для себя. Есть такие художники? Да, есть. Это современные фотореалисты или гиперреалисты. Это вот мы сейчас видим, это Армин Мерцман и ее работы. Костюм тоже рисовал механическим карандашом. Это Дирк Демирский, тоже немецкий художник. Насколько натурально, прекрасно. Да, Фактура кожи, обратите внимание, как волосы. Это тоже Дирк Демирский. Ну, кажется, что это фотография, что это абсолютно не, вот особенно вот. Да, это его работа. Крупный план. Что вот вы у них Вот эта работа написана обычной шариковой ручкой. Ручкой, даже на карандашом. Да, это итальянский художник Франсиско Кассос. И это тоже его работа шариковой ручкой. Просто не видно штрихов и переходов, потому что они очень большого формата. Угу. Вот, поэтому получается так плавно. При ближайшем рассмотрении видно штрихи. А почему именно вот работа этих художников отметили для себя? Ну, потому что у этих художников действительно есть чему поучиться. Я до сих пор не понимаю, как можно так нарисовать кожу, как они делают, или волосы. То есть, я смотрю их ролики по этапной выполнению, все равно как-то еще многому учиться. А в чем, по-вашему, заключается мастерство фотореализма? Мастерство фотореализма заключается в деталях. То есть, чем сложно научиться так рисовать, нужна практика, знать разные методики рисования, построения. Ну, и чем больше портретов рисуешь, тем больше деталей на лице замечаешь. Ну, вообще, мне кажется, что реалистичные портреты как-то больше нравятся людям, потому что есть современное искусство, когда там просто непонятные краски нанесены на холст. Ну, такую картину, если повесят это у себя дома, то через два дня она уже примелькается и будет как, не знаю, часть обоев. А когда реалистичный портрет, ну, хочется на него смотреть и смотреть. Вот, допустим, у меня был такой случай на выставке. Первая выставка была, наверное, на пятом курсе я тогда был. у меня были рамки-то без стекол, просто обычная деревянная рамка и сзади подложены работы. вот, и пришел, это мне потом рассказывала женщина, которая работает в зале, пришел какой-то человек, ходил, смотрел работы и усомнился, что это нарисовано карандашом, он решил их размазать. Потом посмотрел, что у него остался карандаш на руках и поверил. теперь работа у меня под стеклом. Сколько, Антон, работ вы написали? Я думаю, что уже больше сотни. Больше сотни. Как вы считаете, фотореализм, это на сегодняшний день современное направление в искусстве? Популярное? Я думаю, да, все больше художников занимается в этом направлении. Расскажите о своей выставочной деятельности, ну, кроме того, что в университете в студенческие годы выставлялись? Да, была выставка в университете, потом в 2012 году была опять коллективная выставка с моим товарищем Юрой Пташинским. Мы вместе выставлялись опять же в университете. Вот, сейчас проходит выставка в библиотеке имени Герцена. Это уже моя первая персональная выставка. Выборо следует персональной выставке. Это уже дорого стоит, Антон. Какое количество работ представлено на выставке? Сколько? Там, наверное, около 20 работ. Знаешь, что есть ваши работы и в каких-то частных коллекциях? Да, есть люди с Гомеля, которые интересуются моим творчеством, вот, покупают, именно, они не заказывают свой портрет, как большинство, а выбирают работы, которые я выставлял для выставки, рисовал для выставки. Вот, также работы я отправлял по почте во Францию, в Германию отправлял, в Румынию, в Молдову тоже было, по-моему, в Россию тоже отправлял. А вот на территории Гомельской области есть ли у вас конкуренты, скажем так, либо ваши коллеги, которые тоже занимаются и неплохо занимаются в этом жанре? Ну, конкуренты, я бы так не говорил. Вот, товарищ, с которым я говорил, я делал совместную выставку, Юра Пташинский, он тоже очень хорошо рисует, из фотографий рисует, мне нравятся его работы. А так, если честно, больше... Нет, ну, есть люди, которые рисуют и на заказ, и... Но не так, как получается у вас, да? Антон, у вас есть ваш собственный портрет? Нет, собственного портрета у меня нет, потому что у меня никто не хочет рисовать. А самому... Сами себя. Ну, мне как-то, если честно, не жалко времени на себя. Столько фотографий хороших, и... Ну, как-то себя не приходило пока идея нарисовать. А в какое время любите творить, писать? Ну, точно не ночью, как многие художники там пишут, рисуют. Ночью, нет, я... После работы вечером... Основная часть работы, конечно, делается на выходных, потому что после работы бывает и уставший, и вообще как-то не хочется. А какой род занятости у художника-самоучки в основное время рабочее место имеет ваш? Ну, я работаю на фирме, получается, фирма связана с электроникой, делаем оборудование для телефонных станций. Вот, ну, меня все устраивает, коллектив хороший. Вот, когда была выставка, открытие моей первой персональной выставки, очень много людей с работы пришло поддержать меня. Я очень благодарен. То есть, вы такой творческий, не на творческой, вроде бы, работе, а творческий человек. Ну, получилось, что так. А много времени приходится уделять одной картине? Конечно, все зависит от фотографий, наверное, да? И настроения. Все зависит от сложности, От сложности. Ну, если работа выполняется для выставки, там, для себя, то где-то месяц, может, уходит. все равно, я же не каждый день рисую. У меня есть работа, и в свободное время где-то месяц, может, даже полтора. Вот, все зависит от сложности еще работы. Антон, поделитесь своими планами. Чем планируете заниматься? Ну, и в области фотографии, я знаю, что-то хотите начинать фотографировать, да? Да. Ну, естественно, это дело я бросать не собираюсь, собираюсь только развивать, может быть, перейти на какой-то более, больше формат, пока я рисую в основном. Ну, тоже не маленькие работы, а два формата. Может быть, скоро на А1 перейду, будет еще более детальные работы. Вот, плюс, недавно я купил фотоаппарат, чтобы уже не брать фото социальных сетей, а самому делать фотосессии. Я уже приглашал людей на фотосессии, вот, прочитал книгу по фотографии, как правильно фотографировать портрет. Первые фотосессии были не очень, конечно, хорошие, но сейчас стало лучше получаться. Фотографирование вы тоже обучаетесь самостоятельно? Самостоятельно, да, я скачал книгу, почитал. Вот, еще мне нравится фотография в такое направление, как макросъемка. Я купил объектив, вот, я чисто случайно увидел в интернете фотографии насекомых под большим увеличением. Вот, и сейчас стал, тоже прочитал книгу по макросъемке, вот, купил много всего, там, штатив какой-то, макроконвертер, я не знаю, как этим всем пользоваться пока. Вот, ну, провел несколько фотосессий, показал друзьям, фотографам, и сказали, что, в общем-то, неплохо. Ну, будете работать над портретами, ничего другого пробовать не будете? Да, буду продолжать рисовать портреты. Это ваше. То есть, пока другие направления в живописи вас не сильно интересуют? Нет, не сильно. В одной из газетных статей прочла, что вот своей работой вы решили сделать вызов, бросить вот современным технологиям. Прокомментируйте это, что это значит? Ну, как тут можно прокомментировать? Просто вообще фотореализм, направление, оно как бы вплотную связано с современными технологиями. Вот развивается фотоаппарат, фотоискусство, развивается фотореализм. То есть, сейчас большое множество фотоаппаратов разных моделей, вот, и позволяют делать потрясающие снимки, с которых потом можно рисовать. То есть, просто некоторые, вот, допустим, у меня была статья на Тутбайе, ну, и до этого писали, что зачем так рисовать, когда есть фотоаппарат? То есть, это не нужно. Ну, я так не считаю, потому что, вот, зачем, допустим, поднимать тяжелую штангу, тяжелую атлету, когда есть подъемник? Это вот, то же самое. Хорошее сравнение, да. Ну, вы, наверное, человек такой скрупулезный, очень щепетильный, усидчивый, да? Вообще, наверное, по жизни, не только вот в плане выполнения таких красивых работ. Ну, возможно, стараюсь доводить дело до конца, как бы, может быть, это хобби, меня наоборот, тренируют больше. Как воспринимают ваше хобби ваши родные и близкие? Ну, я думаю, они уже привыкли к этим картинам, то есть, вау, эффекта нету такого. Ну, подсказывают, помогают, вот. Наверное, бесполезно спрашивать у Антона, чем он занимается в свободное время. Все свободное время посвящает рисованию, да? Да. Антон, кто в основном заказывает вот портреты в таком стиле, как вот вы пишете, то есть, это карандаш, это не краски, как вот, наверное, более распространенные? Да, ну, в основном заказывают, конечно, друзья, вот, потому что, ну, это хороший повод подарить такой подарок, вот. Ну, а так, вообще, заказы я не люблю выполнять, потому что, как я уже говорил, я устаю от заказов, и фотографии оставляют желать лучшего, потому что бывают такие фотографии, что их даже улучшить нельзя никакой программы. Да, а вам именно важное качество, да, хорошее разрешение фотографии, да, многие художники даже на своих группах, на сайтах пишут, минимальное качество, минимальный размер фото 70 килобайт, вот, ну, 70 килобайт, это портретного фото только, это ни о чем. Ну, конечно. Что говорят работники библиотеки Герцена о посещаемости выставки, насколько по успехам? Я спрашивал, пока, ну, люди ходят, и пока только положительные отзывы. Вот вы говорили, что ваши работы уехали за границу, в том числе, по-моему, во Францию, да, вы говорили, в Италию, Россию, кто эти люди, которые приобрели, приобрели ваши работы? Это посетители, либо ваши тоже знакомые? Ну, это в основном мои знакомые, или знакомые знакомых, там, вот, с кем я учился когда-то в школе или в университете, вот, вот это, эти люди приобрели. А у вас есть планы выставляться в дальнейшем на более масштабных выставках? Ну, возможно. Но пока об этом не думали? Пока нет. У нас есть небольшой ролик, посвященный поэтапному выполнению работ, то, тому, как Антон работает, и, собственно, сами работают. Давайте посмотрим. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Какие-либо курьезные случаи вот в вашей практике, может быть, связанные с рисованием картин, портретов, были? Или когда выставлялись, или когда оценивали ваши работы другие люди? Ну, когда оценивали работы, конечно, фотореализм, это не всем нравится. То есть людям, которые не преподают в художественных училищах, ну, простым людям, им нравятся такие работы. Но когда приходит на выставку человек, которого есть... Разбирается в этом мире? ...который разбирается, ну, они это искусство не очень ценят. И один раз пришел человек на выставку, сказал, что это все просто с рисовки, развернулся и ушел. Вот так, вот и так бывает. Ну, как с рисовки? Пускай не каждый же так сможет срисовать. Ну, тут тоже, да, надо учиться. Антон, знаем, что у вас есть книга отзывов. Это так? Да. Ну, расскажите, что мне написано. Ну, эту книгу отзывов я купил еще, купил просто блокнот, получается, еще к самой своей первой выставке, это было на пятом курсе в университете. Вот. И любой желающий может прийти на выставку и написать отзыв, какая работа понравилась, может быть, какая не понравилась. Вот. Но пока там отзывы только положительные. Есть отзывы, кстати, и на немецком, и на китайском. То есть, когда выставка была в университете, там приходили разные люди. Вот студенты, допустим, с Китая. Китайский переводили, чтобы понять, что там написано? Нет, пока не занимался этим. Что ж, хорошо. Спасибо вам, Антон, большое за то, что вы к нам сегодня пришли. Мы желаем вам успехов. Всего хорошего. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Телезрителям напоминаем, что сегодня у нас в гостях был художник-фотореалист Антон Москальчук. Уважаемые телезрители, мы желаем вам всяческих успехов и неиссякаемого источника вдохновения. Что не может не радовать и не воодушевлять на новое совершение победы. До новых встреч, друзья. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова